всем привет сегодня у нас в гостях новая камера олимпус и м5 mark 2 итак посмотрим что же в этой коробке коробочка у нас обновленная примерно такая же какая была и у единички но сверху мы видим упаковку с руководством по эксплуатации это краткое руководство полная на диске диск здесь же вложен конечно производителем пора уже переходить на твердые носители на флешки дальше бокс со стандартными аксессуарами кабель зарядка провод для зарядки ремешок ремешок чуть чуть пошире чем у первой пятерки и чуть чуть поуже чем у единички такой довольно жесткий аккумулятор он нам еще пригодится и новая вспышка у первых двух предыдущих камер вспышка была немножко другая она немного больше по размеру чем вспышка к первой пятерки которая прилагалась и отличается от нее тем что у нее поворотная голова поднимается врачу в любом направлении соответственно вы можете пыхать в потолок можете использовать ее для подсветки в качестве заполняющего освещения питается она от камеры никаких дополнительных батареек в этой вспышки нет по размеру она очень небольшая всегда можно взять с собой у нее собственный выключать ну и чехольчик для этой вспышки что замечательно аккумулятор точно такой же как у м1 и м5 в общем то и зарядка точно такая же то есть если у вас есть аккумулятора от старой камеры вы можете их поставить себе использовать уже с новым аппаратом и собственно сама камера олимпус умд м5 марк 2 для начала нужно все-таки понять что линейка ем 5 это камеры для энтузиастов в отличие от ем 1 поэтому новая камера ем 5 марк 2 практически полностью унаследовала дизайн и очертания своей предшественницы конечно есть некоторые изменения во первых это немного измененный горб видоискателя похожий на пентапризму он стал меньше чем у первой пятерки скорее всего за счет того что полностью убран аксессори порт потому что уже практически нет никаких аксессуаров которые бы понадобилось вставлять сюда на новой камере все уже в камере есть изменились органы управления они стали более качественными по виду и по ощущению колесико переключения режимов у нас теперь фиксируется как на единичке стал нормальным регулятор диаптрической коррекции появились дополнительные кнопки теперь их больше чем на первой пятерки у нас новая кнопочка спереди которая по умолчанию работает в качестве предпросмотра глубины резкости появилась две функциональных кнопки верхней части камеры fn3 fn4 и переключатель с кнопкой такой же как на ем один практически такой же гнездо для штатива немного изменила свое расположение раньше она была немного смещена от центра теперь оно ровно по оптической оси объектива ну и самое главное отличие которое бросается в глаза это обновленный экран экран у нас теперь поворачивается в любой плоскости можно делать селфи можно снимать портретной ориентации с уровня земли можно поднимать камеру над головой очень удобно если кто-то беспокоится о том что конструкция камеры в плане надежности пострадала от такого решения то это иллюзия на самом деле все сделано очень качественно никаких люфтов ничего не болтается все надежно кроме того вы можете экранчик повернуть внутрь камеры закрыть его и таким образом у вас будет он полностью защищен от агрессивной среды от грязи от царапин если вы транспортируете камеру просто сложите экранчик внутрь и не беспокойтесь особенно удобно что при включении камеры в таком положении экрана автоматически начинает работать оптический видоискатель то есть если вы находитесь в каких-то сложных условиях там грязь вода все что может испачкать повредить экран вы поворачиваете внутрь и можете пользоваться камерой дальше она будет просто работать наподобие зеркалки можно снимать как мы уже говорили аккумулятор у новый камер такой же как у первых двух у ем5 и ем1 некоторая преемственность аккумуляторы на гнездо точно такой же точно такая же защелка а вот выключатель переместился на верхнюю часть камеры вот у нас она уже заработала причем что примечательно в режиме сэлфи экранчик тоже переворачивается все очень удобно пока мы не закроем изменились органы управления на задней части камеры кнопочки просмотра и корзина стали адекватного размера побольше и поудобнее стал джойстик в отличие от того что было на пятерке конечно он не такой большой как на единички но все равно уже удобней в целом камера чуть чуть больше чем первая пятерка и чуть чуть тяжелее примерно на 50 граммов скорее всего это за счет немного увеличенной и и ширины но для того чтобы эргономика у нее совсем приблизилась к единички к ней поставляется в качестве дополнительного аксессуара новая батарейная ручка hld8 мы рассмотрим в отдельном обзоре который будет посвящен всем дополнительным аксессуарам складывается такое ощущение что взяли все все лучшее от единички начиная с материалов и заканчивая дизайном органов управления и перенесли их в контекст серии ем 5 и это касается не только внешнего вида но и процессора камеры теперь процессор обновленный как на единички джу пик 7 версии и это же касается качества экранов что видоискатель что откидной экранчик теперь точно такие же как на омд ем 1 потому что конечно в старой пятерки экраны были устаревшие с низким разрешением с невысоким контрастом с плохой цветопередачей теперь экраны здесь самого высокого качества благодаря тому что в камере используется обновленный процессор она в целом стала быстрее быстрее включается быстрее снимает уменьшился лак затвора сам затвор стал быстрее теперь поддерживается выдержка до одной восьмитысячной и что немаловажно появилась опция электронного затвора его можно включить дополнительно в настройках во-первых электронный затвор тише то есть она не просто тише он абсолютно беззвучный это значит что вы можете снимать в любых условиях когда звук затвора был бы нежелательным там например в театре и так далее и плюс к этому электронный затвор позволяет устанавливать выдержки до одной шестнадцатитысячной несмотря на то что сам фото сенсор в этой камере остался таким же как и у первой пятерки 16 мегапикселей и без фазового автофокуса как у единички тем не менее произошли некоторые изменения во-первых лучше стал стабилизатор заявлено пять ступеней экспозиции которые он компенсирует намного лучше стала стабилизация в видеорежиме и вы увидите кадр которые были сделаны на эту камеру просто фантастика трудно поверить что эти съемки проводились без какого-то дополнительного громоздкого обвеса без гироскопов просто с рук брали камеру и снимали она представляет большой интерес для видеографов потому что она снимает в любых стандартных частотах кадров 24 кадра в секунду 25-30 и даже 60 с прогрессивной разверткой что позволяет делать замедленную вдвое съемку и и что самое главное в отличие от первой пятерки и в отличие от единички у нее улучшенный кодек который позволяет записывать видеопоток со скоростью более 50 мегабит в секунду это достаточно серьезная заявка для полупрофессионального и может быть даже профессионального использования в качестве видеокамеры в том числе и поддерживается режим работы кодека интро фрейм компрессии интерфрейм при которой каждый кадр сжимается в отдельности что облегчает технически многие моменты связанные с видеомонтажом и в целом улучшает качество съемки кстати сказать потерпели некоторые изменения и внешние интерфейсы камеры теперь у нее есть гнездо для микрофона и вывод чистой картинки по hdmi то есть к ней можно подключить внешний монитор для видеосъемки можно подключить микрофон же для видео и и записывать поток видео информации на внешний рекордер тоже немаловажно если вы хотите получать полностью не сжатые видеофайлы и наконец одна из самых обсуждаемых фич этой камеры начиная с того момента как появились первые слухи о ее выходе предстоящим это возможность съемки в режиме 40 мегапикселей как это происходит матрица у нас та же самая 16 мегапикселей но поскольку система стабилизации позволяет очень точно сдвигать фотосенсор на определенные расстояния компания олимпус воспользовалась этой возможностью и появился новый режим при включении которого когда вы делаете кадр камера снимает 8 последовательных кадров сдвигая каждый раз матрицу в итоге получается 8 отдельных кадров которые она сшивает в одну картинку разрешение которой примерно равно 40 мегапикселей фактически это разрешение на уровне современных цифрозадников единственный нюанс камера должна быть полностью неподвижна во время такой съемки но в любом случае этот режим супер разрешение супер резолюшн как он называется открывает огромные возможности для всех видов статичной съемки начиная с предметки заканчивая пейзажем может быть кому-то даже удастся снять портрет в этом режиме если полностью модель будет неподвижна в течение там какой-то определенной выдержки в течение секунды хотя бы такого режима съемки нет на данный момент больше ни у кого и это пожалуй единственный способ выйти за рамки этих 16 мегапикселей которые считаются максимальным разумным разрешением для дважды кропнутой матрицы такого размера и и в этом режиме мы получаем большее разрешение не страдая не от дифракции не предъявляя каких-то повышенных требований к оптике фактически не увеличивая размеры камеры и даже не увеличивая ее стоимости в общем очень интересная получается камера отличный апгрейд огромное количество новых возможностей как аппаратных так и программных включая и новое программное обеспечение новые опции в общем обо всем по порядку мы расскажем в следующих частях обзора ждите обновлений спасибо